Как долго? Скоро будет уже полгода, как я пользуюсь смартфоном Google Pixel 3i XL. И как он? В нём много минусов, но гораздо больше плюсов. О чём выпуск? Исключительно мои эмоции, только то, что я думаю о смартфоне Google Pixel 3i XL. Кто не видел обзор, бегом смотреть. Вот пиксель с этой стороны, вот с этой, а что внутри, узнаете прямо сейчас. И это самая большая проблема, потому что пиксель многие выбирают за камеру. Например, ночной режим. В iPhone он появился не так давно, да и работает пока что не идеально. Да, тут она одна, но тем не менее, в Pixel 3i одна из лучших камер среди всех смартфонов, особенно в этом ценовом сегменте. Важный момент, в Pixel 3 и бюджетном Pixel 3i идентичны основные камеры. Так что если вы ищете максимально дешёвый смартфон с лучшей камерой, то это точно либо Pixel 3i, либо Pixel 3i XL. Более того, буквально только что вышел Pixel 4, так что цены на Pixel 3i и Pixel 3i XL станут ещё ниже. На канале Розетки-то вышло сравнение камер-флагманов. Там вы можете посмотреть, что Pixel и с одной камерой в большинстве случаев выигрывает. Так вот, ещё в обзоре мы говорили о том, что в смартфоне максимально возможная память это 64 гигабайта. Вы читаете оттуда 10 гигабайт, которые использует операционная система, и получаете, что места практически нет. Особенно для съёмки 4К. Об этом говорил в обзоре, а об этом напомню обязательно и здесь. Либо платите за дополнительное место на облачном хранилище, либо используйте внешние диски. Я не всегда успеваю скинуть на компьютер, поэтому часто Pixel мне присылает уведомления о том, что память заполнена и некоторые функции могут не работать. Это не круто, да. Но ведь и тратить 2000 рублей на диск тоже не хочется. Спустя полгода решение всё-таки нашлось. Один из зрителей в комментариях под обзором рассказал, как он решил этот вопрос. На Яндекс.Диске можно бесплатно хранить файлы со смартфона в исходном качестве. Эх, пользуйтесь этим лайфхаком. Если знаете что-то полезное, тоже пишите в комментариях. Будет интересно почитать не только мне, но и другим пользователям Google Pixel. Плюсы и минусы идут вперемешку, так как у них разная смысловая сила. Если вам нужно что-то конкретное, то добро пожаловать в комментарии. Там есть тайм-коды. Можете найти, что вам нужно. Один из первых на Android 10. По традиции, самыми первыми обновления получают смартфоны Google Pixel. Бюджетный Pixel 3a и 3a XL не исключение. Мне Android 10 нравится. Да, прям много заметных отличий от предыдущей версии нет, согласен. Но появилась более гибкая настройка интерфейса, а для меня это было интереснее всего. Что подразумеваю под гибкой настройкой, расскажу в отдельном видео о фишках Android 10. Чехол, он изменился внешне или нет? Белый цвет уже не такой, как из коробки. Это точно. И как-никак чехол тканевый, и с этим приходится считаться. Если соберем 100 лайков, то положу его в стиральную машинку и сниму, что из этого в итоге получится. Чисто в теории, должно получиться хорошо, но, возможно, его придется заново склеивать. Окей, Google, как чистить тканевый чехол? Информация с ресурсой servicier.net Так, погнали. Кстати, о звуке в смартфоне, он тут хороший, пока смотрим видео. То есть, в видео он пробует вручную постирать чехол, но я думаю, что то же самое можно будет провернуть со стиральной машинкой. Но вы поняли, да? 100 лайков, 100 лайков, потому что чехол довольно дорогой, и если с ним что-то будет ужасно, очень плохо, то... Ну, 100 лайков будет хоть приятно, что есть 100 лайков, но нет чехла. В принципе, эквивалентно. Голосовой ассистент. В смартфоне есть несколько способов высовывания голосового ассистента, и все из них удобны и практически никогда не тупят. Я уже привык, что если ассистент, то окей, Google. Голосовое управление все-таки удобнее. Кстати, если вы не знали, вопрос ассистенту можно задать и шепотом. Иногда это очень полезно, так что запоминайте и пользуйтесь. И лайк поставьте. Результаты поиска по вашему запросу. Ай, понятно, я сказал окей, Google, точно. Универсальный инструмент. Про камеру, в принципе, больше нечего говорить. Я все рассказал в обзоре, можете посмотреть, довольно подробно сравнил даже еще и с другими смартфонами. Видео снимает тоже круто. В некоторых видео, я оставлю ссылки в описании, я использовал Google Pixel 3a в качестве основного плана. Стабилизатор плюс камера в Pixel. Стабилизатор в смартфоне есть, и работает он хорошо. То есть, историю в Instagram на ходу снять получится. Однако, только для этого и годится стабилизатор в смартфоне. Если вы планируете снимать видеоблог на смартфон, то советую купить электронный стабилизатор. Как раз так сделал и я. Плюс, некоторые стабилизаторы имеют и свои фишки. Motion Time Lapse, например, вручную, это сделать очень сложно. А в приложении DJI можно выделить объект съемки, и стабилизатор сам будет поворачиваться. С электронным стабилизатором съемка станет гораздо динамичнее. А значит, зрителю будет интересно смотреть. Если внимания зрителя для вас много стоит, то покупайте стабилизатор. У меня Osmo Mobile 2, он стоит 10 тысяч рублей. Летом вышел Osmo Mobile 3, который стоит столько же, но функционал больше. Так что советую именно его. Царапается ли экран? У пикселей оно не менее прочное, но зовется иначе. Dragon Trail. На протяжении полугода я не всматривался в экран. Я не смотрел, есть ли там царапины или нет. Так что мне сейчас будет прям как и вам интересно посмотреть. Появляются ли царапины на экранах Dragon Trail или нет? Давайте узнаем. Но прежде надо кое-что объяснить. В реальной жизни царапин совсем нет. Их незаметно. Их просто нету. Не существует. А вот если посмотреть на свет, вначале надо протереть. А то жира на этом смартфоне точно больше, чем царапин. Прежде чем я туда посмотрю, должен вам кое-что сказать. Смартфоном я пользовался очень активно. Брал его повсюду и клал его не только в карманы брюк, но еще и в портфель клал. Бывало и такое. Старался не носить рядом с ключами и мелочью, это да. Вообще на всех стеклах Gorilla Glass они появляются с течением времени. Здесь же совсем другая технология. И поэтому 3, 2, 1. Я сделаю еще отдельные досъемки и точно не уверен, увидите ли вы там царапины или нет. Потому что у меня не самая лучшая камера. Всего я нашел порядка 2-3 царапины, и то не глубокие, а такие поверхностные. То есть стекло реально с этим справляется. Оно вообще практически не царапается. Могу сказать, что Dragon Trail практически не царапается. Это стекло универсальное. И почему его не ставят во многие смартфоны, я не знаю. Может быть у компании Google исключительный контакт с этой компанией. Но если Dragon Trail будут ставить во все смартфоны, то это будет очень круто. Потому что, как я убедился на личном опыте, а я смартфон носил везде, но это очень хороший результат. На самом деле, очень круто. Еще вам, наверное, интересно, как там с олеофобным покрытием. Ляпается ли экран? Да, он немножко ляпается, но не так сильно. Если вы поляпаете вот iMac, то узнаете, что он практически вообще не ляпается по сравнению с ним. В общем, итог такой. Если руки чистые, то экран ляпаться не будет, и пальцы будут скользить идеально по экрану. Обои Pixel 4. Я нашел, где скачать живые обои для Pixel 4. Если хотите такие же, ссылка есть в описании. Это мои любимые. Кто заметил почему, ставь лайк. Заодно поставлю Pixel на зарядку. Как хорошо заряд держал, так держишь до сих пор его отлично и сейчас. Но при этом помните, что смартфон надо заряжать по правилам. Не допускайте, чтобы он полностью уходил в ноль. То есть дошло до 20%, увидели, что 19% и сразу поставили на зарядку. Зарядили до 100% и все будет окей. Блок питания в комплекте очень большой, но это ладно, так как в случае, если вы покупаете американскую версию, то с собой всегда надо не забывать брать переходник с USA вилки на нашу, европейскую. Провод USB-C это очень удобно, в этом не сомневайтесь. Любой стороной вставляется, да к тому же и к Mac его можно подсоединить и быстро перепросить файлы. Внешний вид. Это шок. В Pixel 3a даже спустя полгода использования в динамиках нет пыли. Во всех смартфонах, которые были у меня до этого, это было одним из самых явных дизайнерских минусов. А в Pixel 3a пыли нет от слова совсем. Короче, мой мир перевернулся, теперь я живу в Австралии. Если провести ногтем по кромке смартфона, то, конечно, вы почувствуете мелкие царапины. Это же пластик, так же, как и с тканевым чехлом, с ним приходится считаться. И я думаю, производители специально даже в дорогих смартфонах делают рамку из пластмассы, чтобы было проще отличить новый смартфон от ненового. Есть царапины, значит, скорее всего, вам продают неновый смартфон, как обещали. К примеру, на Авито в объявлении указано, что смартфон только распаковали и поняли, что не подходит. Продают. А на самом деле, за плечами iPhone 7, например, уже целая история. Ща будет прикольно. На самом деле, эту особенность Pixel 3a я заметил еще очень давно, но вспомнил про нее только недавно. Так что чисто в теории я мог рассказать об этом и в обзоре, но расскажу сейчас. Так что честный обзор станет еще более честным. Для этого надо снять чехол. Как вы поняли, я его уже пытался снять. Настолько он един со смартфоном, что даже не хочет сниматься. Ооо, я так давно не видел его без чехла. Кладете ваш смартфон, ищите карандашик. Отлично, карандаш есть. Щас будет очень необычно. Щас вы кое-чего увидите. На матовой поверхности Pixel 3a XL можно рисовать. Это очень смешно. Я не знаю, я случайным образом вообще это... Я не знаю. Пользуйтесь этим. Если вам это... Ответ с сайта YouTube. Да, спасибо. Стирается даже отлично. Я не знаю, это крутая функция. Мне она очень понравилась. Что мне выбрать? OnePlus 7T или Google Pixel 3a XL? Конечно, Google Pixel 3a XL. На нем можно писать карандашом. Вот, пальцем топ. Производительности смартфона мне хватает абсолютно на все. Понятно, что интерфейс не глючит, смартфон не лагает. С этим не было проблем тогда, не появились проблемы и сейчас. С этим все окей. Но как там, например, в играх? Asphalt 9 очень крут. Мне нравится и сама игра, так еще и я взял смартфон Pixel 3a в версии XL. Большой экран, больше эмоций. Call of Duty Mobile на максимальных настройках идеально. Только анимация при загрузке иногда тупит. Но сам процесс игры это вышка. Скоро выйдет отдельный выпуск о Call of Duty Mobile. Там все подробно покажу и расскажу. В общем, в отдельном выпуске все увидите, потому что одной рукой играется, ну, такое себе звук. Динамики никак не изменились. Ну, вообще никак. Все, что я говорил в обзоре, все актуально и сегодня. Не хрипят, не стали тише. Единственное только, у Post Malone вышел новый альбом. Давайте послушаем. Почему так мало минусов? На канале вышло много выпусков о Pixel 3a и ни одного о его минусах или ошибках. Те, что были в этом выпуске, если задуматься, легко решаются. Лично для меня минусов нет совсем. Я купил Pixel 3a XL за свои собственные, так что пиар-отдел компании Google к моим словам никак не относится. Не относился, да и вряд ли будет в будущем. Дело в том, что Google реализует свои устройства в основном в пределах другого континента. А в России, в частности, Pixel не продается официально совсем. В общем, ничего не проплачено, не переживайте. Pixel 3a на самом деле получился идеальным за 400 долларов. Вы смотрите уже второй выпуск о Pixel 3a. В конце прошлого я сказал, что в Pixel 3a лучшая камера за 400 долларов. Прошло полгода и ничего не изменилось. Как смартфон он будет актуален еще три года, так как Google обещает самый современный софт на протяжении этого времени. Производительности хватает и на Call of Duty на максимальных настройках. Вряд ли в ближайшем будущем на смартфонах появится что-то мощнее. А Bitcoin на Pixel 3a вы же не собираетесь майнить. Я правильно понимаю? В общем, если даже спустя полгода использования смартфон стабильно делает лучшие кадры, получает Android 10 одним из первых и остается таким же классным, как и в этот момент, то перед вами не что иное, как один из лучших смартфонов этого года, да еще и за 400 долларов. На этом и закончим. 100% я не успел рассказать обо всем, поэтому оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Обязательно на них отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok